С нами на связи из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке наш корреспондент Виктория Купченецкая. Вика, эта резолюция была принята по инициативе России. Я думаю, что многие наши телезрители в Украине, например, увидят в этом некую иронию. Наташа, да, действительно, эта инициатива была выдвинута Российской Федерацией. Резолюция была предложена Российской Федерацией. И за нее в результате все члены Совета Безопасности проголосовали единогласно. В резолюции содержится призыв соблюдать минские договоренности, прекратить военные действия в зоне конфликта, начать вывод тяжелых вооружений из зоны конфликта и допустить в зону конфликта на востоке Украины наблюдателей ОБСЕ. В резолюции также содержится призыв соблюдать и уважать территориальную целостность Украины. Но, несмотря на то, что эта резолюция была, за нее проголосовали единогласно, Россия в Совете Безопасности все равно подвергалась резкой критике, в частности, со стороны американского представителя. Саманта Пауэр, постоянный представитель США в ООН, сказала, что Россия живет в перевернутом мире. Давайте послушаем, что она сказала накануне на заседании Совета Безопасности. В ситуации с Украиной мы уже привыкли жить в перевернутом мире. Россия говорит о мире, но на деле разжигает конфликт. Россия подписывает соглашения, а потом делает все, чтобы подорвать их. Россия выступает в защиту суверенитета нации, а потом ведет себя так, как будто границы с соседом не существуют. Но даже для тех из нас, кто уже начал привыкать к перевернутому миру, по меньшей мере кажется ироничной идеей, что Россия, которая сама же создала этот конфликт и прилагает усилия к эскалации насилия в Украине, сегодня сама предложила эту резолюцию, призывающую к мирному урегулированию. Горькая ирония состоит в том, что этот Совет уже провел порядка 30 заседаний, цель которых призвать Россию остановить эскалацию этого конфликта и прекратить гибель людей. Ну, нужно сказать, что Россию на Совете Безопасности критиковал и украинский представитель. Юрий Сергеев сказал, что надежда на мир в Украине, на востоке Украины разрушена. Он сказал, что Россия, с одной стороны, призывает соблюдать минские договоренности, а с другой стороны, является первой стороной, первой стороной, которая эти договоренности и нарушает. Ну, а российская сторона, российский представитель Виталий Чуркин заявил, что он не удовлетворен уровнем дискуссии в Совете Безопасности и обвинил некоторых членов Совета Безопасности в том, что они пытаются переписать минские договоренности. Вика, а зачем вообще Россия инициировала вот это обсуждение, подписание этой резолюции? Наташа, ну, России сейчас очень важно, чтобы международная общественность признала, что она была частью минских переговоров, является частью минских договоренностей, что она является легитимной частью мирного процесса в Украине. России нужно начать восстанавливать свою репутацию на международной арене, которая очень сильно пошатнулась с начала украинского конфликта. Но, как мы видим, несмотря на то, что резолюция, это была, за нее проголосовали единогласные, России пока это не очень удается, так как она накануне в Совете Безопасности продолжала подвергаться резкой критике.